Ребята, всем привет! Вторая часть нашего обзора смартфона Oukitel K4000 Pro. И вот у нас что касается обновлений, которые в принципе не прилетали, то есть с момента 2016-го, 01.06.4, стоит версия 4 прошивки. Что касается аккумуляторной батареи, то набирает она 12 051 попугая в тестах Antutu, при этом около 9 часов Antutu эту батарею со всех сторон кошмарит, нагружает и остается еще 14%. То есть вот такой вот график разряда. И вот в дальнейшем, некоторые говорят, что смартфон плохо засыпает, за ночь уже... Нет, в принципе, если... Ну, наверное, это зависит от прошивки, но в данном случае, в данном экземпляре, то он спокойно нормально спал и ничто его не будило. То есть никакого дикого саморазряда нет. Так, что касается, многие спрашивали, сколько Wi-Fi 5 ГГц поддерживает? Нет, не поддерживает, только 2.4. Ну, и вот на 62% видео я уже досмотрел полностью 4 часа на полной громкости, на максимальной яркости. И до 1% я досмотрел видео в районе 10 часов. То есть что является, ну, знаете, офигенным, наверное, результатом. То есть 10 часов видео смотреть, не каждый смартфон себе это может позволить. Что касается реальной емкости батареи, то производитель здесь заявляет у нас о том, что в качестве 3000 Pro у нас 4600 мАч аккумулятор. Я же старался его разрядить током в 300 мАч и вышло у меня вот это вот значение, которое даже больше, чем действительно указал производитель. Это, кстати, довольно, ну, неожиданно, я бы так сказал. Так, ну, интерфейс мы уже с вами смотрели, настройки тоже самое. Так, ну, и вот наши возможности, умные жесты, так сказать. То есть мы можем там перещёлкивать альбом в альбомах, в галерее, в плеере управления делать, как нам захочется. Так, ну, и понятно, по жестам тоже самое можем назначить, кстати, на свои. То есть на C мы можем, допустим, стартный телефон, там, а сделать, допустим, старт браузер. И всё это у нас прекрасно работает и отображает текущее положение отдел, так сказать. Так, то же самое у нас ещё одни жесты для того, что если мы повернём, будет, допустим, тишина или ответ на звонок, если мы поднесём к уху. Ну, это, в принципе, как у многих смартфонов. Такая вот, как бы, клинер стоит уже. То есть мы можем посмотреть, сколько у нас свободной оперативной памяти и завершить ненужные нам приложения. Хот-кнот присутствует, работает. Память телефона, как я и говорил, 10,1 ГБ и свободно 1,6 ГБ ОЗУ. Ну, про обновления я говорил, что вы пользуетесь последней версией, к сожалению, не было. Так, ребят, что касается GPS, в принципе, на этом процессоре он работает уверенно, я так назову, то есть никаких проблем с этим я не заметил. То есть обычная работа 6735 МТКшки. То есть вот он рисует трек, как видите, трек он не рвёт, не прерывает и, в принципе, все в основном спутники в светло-жёлтой зоне, то есть только два в красной. Что касается Wi-Fi, вот рядом в одной комнате с роутером, через две бетонные стены, тут, кстати, хотелось бы сигнал уже получше, то есть обычно это в районе минус 50, но, к сожалению, тут уже минус 60. Но в то же время скорость довольно неплохая, то есть в районе 60 Мбит в секунду и передача в районе 40. Информация о телефоне, как мы видим, ГПУ, КПУ, ну и память. То есть в среднем работает у нас свободно около 1 ГБ. Ну и дисплей, в принципе, 5.5, но при этом 1200 на 720. И, кстати, по дисплею есть небольшие замечания, потому что как только мы его делаем, ну, чёрный цвет реально перетекает в серый под небольшими даже углами. Это заметно. Что касается информации от КПУ-З, так, это наш девайс, 320 DPI у нас плотность, система 5.1 Android, вот куча датчиков температурных, кстати. Ну, а сенсоров среднее, то есть приближение, соосвещение и аксилометр. Информация от Аиды. Четырёхъядерный процессор до 1 ГГц. Ну, вот тоже самое датчики. То есть какие-то два непонятных влепили, но они, к сожалению, не работают. Итак, в Antutu он набирает, в принципе, довольно бюджетные варианты, бюджетные значения 24254, что наравне, в принципе, его делает с другими, типа HT3 Pro, HT7 Pro. То есть, в принципе, железо у них практически одинаковое. Ну, Antutu вот показывает нам такие результаты. Камера, правда, показывает 13,5, но не учитывает, что это интерполяция. Что касается Geekbench, то Geekbench выдал 481 и 1360, довольно бюджетное значение. То есть, в принципе, в районе LG Nexus 4. Ну, и вообще там очень маленькие, я бы даже так назвал эти значения, на Ice Storm только 77, 76. Ну, и вот ещё один наш тестик, который я больше всего люблю, но тоже не перешагнулся даже за 10 тысяч. То есть, железо абсолютно бюджетное. То же самое нам показывает VLAMA тестер. Ну, вот видите, свободно в районе 1 ГБ, 999 МБ. Ну, GF-Bench показал нагрузку тоже в районе Samsung Galaxy S3. Такие вот значения чуть-чуть не дотянул. GFX. Ну, и вот данные наши датчики. Кстати, вот по датчикам почему-то показал, что у нас есть датчик ориентации, то есть уровень, но, к сожалению, он не работает. То есть, вот аксилометр, освещение, а вот ориентейшн всегда был вот такой вот. То есть, это получился, что он фейковый. Ну, вернее, просто, видно, система думает, что он есть. Датчик приближения работает, звук тоже, а вот магнитный почему-то не работал. Так, что касается у нас Цитадель, то она запустилась в ультра-супер-качестве и выдала примерно 23 FPS в секунду. При этом, если просто в хорошем качестве, то 47. Танчики можно, в принципе, в целом спокойно играть и даже выигрывать. Все-таки 2 гигабайта оперативной памяти, несмотря на бюджетное железо, вытягивает эту игру. Тач у нас работает вполне адекватно и позволяет управлять нашим танком, как в режиме снайперского огня. Вот по этому сейчас мы щелкнем. Так, так, и просто в режиме езды. Сейчас-то, наверное, нам тут придет капец. Да, и немножко можем попробовать посмотреть, где тут зомби есть. О, повылазили такие веселые ребята и пытаются нас побить. Ну, мы в них гранату кинем. Бах! И как бы их не стало. То есть, в принципе, игра идет. Довольно шустро запускается. Но чувствуется вот здесь вот нагрев. Это есть. А, аптечку хочет. Еще гранату ловите, пацаны. В целом, благодаря все-таки 2 гигам оперативной памяти, некоторые игры можно сворачивать, так сказать, в память. Но, соответственно, если памяти будет не хватать, игры будут закрыты. То есть, вот тут, как вы видите, в принципе, тоже никаких проблем ни с игрой, ни с тачем, ни с телефоном, ни с чем не возникает. То есть, в принципе, ожидаемый результат, хотя, в принципе, бюджетник, но в игры играть можно. Причем, что с таким емким аккумулятором можно это делать намного дольше, чем с другими такими же смартфонами. Ну, вот я вырвался на какое-то место. Про пиратов можно поиграть. То есть, подраться, совершить морские какие-то сражения. Кстати, хочу заметить, что если игра, допустим, много, так сказать, в памяти игр, то вот вторая или третья игра уже может запуститься и начать тормозить. Поэтому, ну, необходимо будет перезагрузить смартфон. То есть, конечно, хоть памяти 2 гигабайта, но... Такое железо бюджетное, не забывайте об этом. Ну, и, в принципе, без никаких проблем идут наши кораблики пиратские. Давай, поехали. И вот, кстати, мне удалось воспроизвести вот этот вот случай. Вот видите, то есть, вроде бы и все хорошо, но в тот же время игра уже не запускается. То есть, штурвал необходимо повернуть для поворота, но я закрыл, и теперь не могу нормально играть, ничего делать. И вот такие вот случаи бывают. То есть, точно так же еще из замеченных глюков, это вылет нашего плеймаркета. То есть, плеймаркет выдал ошибку. В принципе, ничего особо критического, но как бы это немножко напрягает. То есть, в принципе, могли бы выпустить обновление какое-то, которое бы решило этот вопрос, но ребята из окуителя, а у кителя, вернее, не хотят этого делать. Так, что же касается у нас MTK Settings, и он у нас поддерживает работу в LTE-сетях, то есть 4G. Вторая карточка у нас владает вот такими функциями. К сожалению, изначально из коробки root доступа у нас нет, root отсутствует. Ну, в принципе, мы его можем поставить. Что касается камеры, ребят, ну, камера очень бюджетная, очень средняя. В принципе, местами я видел, конечно, и хуже, но откровенно не хватает ей четкости, не хватает ей какой-то, ну, не знаю, не хватает ее, в общем. Камера средняя паршивость. Я бы поставил ей 3, то есть, в особых фотоснимках здесь не получится. Я это вам сейчас покажу. Это не отсюда. То есть, в принципе, в темноте, то есть, вот в темноте. Нет, это не темнота. Если фокус ставить ручной, то почему-то не получается кадры темные. Если просто в автоматическом режиме кадры получаются светлые. То есть, вот мой подопытный пес. В принципе, если смотреть на экране смартфона, то нормально. Но если уже смотреть на компе, на телевизоре, то видно, что, как вы видите, она мутная. То есть, четкости ей не хватает, зернистость, шум. То есть, камера это не сильное его место. Видео снимает в формате 1280х720p. Ну, видите. В принципе, макро делает неплохие. То есть, с этим... Ну, хотя вот тут уже фокус куда-то уплыл. Тут тоже непонятно где он. Ну, что ж, ребята. В принципе, за свою цену получился совершенно бюджетный смартфон. Ну, конечно, с усиленной батарейкой. Ну, почти 5000 мАч. Это все-таки существенно. Но, друзья, и вес. 240 грамм. Это довольно много. Ну, и в среднем, если вам, грубо говоря, нужна автономность там в районе около 3-4 суток и там, допустим, смотреть видео в режиме 10 часов, то этот я смартфон могу рекомендовать к покупке. То есть, именно такой смартфон-долгожитель. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok